Так сказать, это совсем иное. Там все-таки не было элемента геноцида. От сталинизма пострадали все нации, все народности. И в сталинские лагеря люди шли не потому, что они принадлежали какой-то этнической группе, а вот в холокост их убивали только за то, что они были евреями. И вся вина их заключалась именно в этом. Даже неродившийся ребенок, даже ребенок новорожденный, он уже был врагом Рейха. Впрочем, как и моя 70-летняя прабабушка. Все-таки есть вещи, которые умом очень сложно понять. Иногда я себе задаю такие вопросы, зачем это немцам надо было. Вот жила старушка в этом местечке, и я уверен, читала свои книжки, варила варенье осенью, и никому не мешала. А нужна она была для того, чтобы превратить людей в рабов, в скотов, в покорных. Дело ведь не только в том, что погибли люди, а дело в том, что проблема Холокоста порождает клубок проблем. Это, в первую очередь, проблема палачей. Кто это сделал? Это проблема свидетелей, так называемых bystanders. Вот кто, английское слово bystander, стоящий за спиной, вот он молча стоял. Это проблема праведников мира. Кто-то спасал людей, рискуя собственной жизнью. Это масса человеческих вот таких вот вопросов. И, конечно, вот эти люди в лице Адольфа Гитлера, вот он идет с Гитлером. Конечно, антисемитизм и Холокост, как его ярчайшее проявление, нужны были в первую очередь для того, чтобы овладеть своим народом. Для того, чтобы превратить его в раба. История библейская, и ничего тут нового никто не открыл. Нужны козлы отпущения, нужен образ врага. И, конечно, вот антисемитизм это наиболее близкая болезнь человечеству, уходящая корнями очень в древние времена. И, конечно, антисемитскую карту разыгрывали политики, которые в первую очередь думали о порабощении своего народа. И это во многом сегодня поняли и немцы, во многом сегодня поняли и в Англии. Антисемитизм это и проблема, может быть, даже и психологическая. Это проблема собственной неполноценности. Есть кто-то, кто умнее меня, кажется, этому человеку. Особенно часто, кажется, есть кто-то, кто богаче меня. Антисемитизм затрагивает такие самые низменные струны в этом творении природы человека. Они есть у каждого человека. Просто их надо, ну, что ли, как любой грех надо держать под контролем. Любой, так и эти струны ненависти, струны зависти, струны нетерпимости, струны вот этого неприятия. Антисемитизм часто рождается там, где есть ущемленность человека, где есть экономические проблемы. Как сказал один философ, антисемитизм рождается там, где начинают делить бутерброд. Вот когда не хватает на всех бутербродов, да? А, конечно, Германия представляла из себя страну, находящуюся в тяжелом экономическом кризисе, да? Вот, и, конечно, эта антисемитская карта была разыграна очень лихо. С другой стороны, возникает еще один вопрос. Вот как такая культурная нация, как немцы, дошли до жизни такой, да? Есть очень много по этому поводу исследований. Пытались потом опрашивать немецких солдат, в том числе и членов, так сказать, ВАФ, НСС, что они переживали. И, конечно, многие из них потом признавались, и есть даже кинохроника по этому поводу, что ими руководствовало чувство страха. Страх перед системой. Механизм был запущен, да? И, конечно, вот такое очень противоречивое человеческое качество, как страх. А на страхе замешаны все тоталитарные режимы. Хоть сталинизм, хоть гитлеризм. Есть философы, которые утверждают, что Сталин и Гитлер отличались только размером усов. Ну, это уже еще один диспут. Видите, еще один диспут. Вот, в принципе, я, например, считаю Сталина человеком очень причастным к геноциду. И не только в отношении того, что отворилось в конце 40-х, начале 50-х годов. Вы, конечно, должны прекрасно понимать, что в школе, в Беслане взорвались бомбы, заложенные. И, может быть, в 44-м году, 23-го февраля, чеченский народ был весь выслан. Выслан весь. И неродившийся Руслан Емрилович Хасбулатов в утробе матери. Помните, ну, ваше поколение уже не помнит такого председателя Верховного Совета. Он был уже выслан, находясь в утробе матери. Он был наказан. Восемь килограммов можно было взять с собой. Мне мама рассказывала в эвакуации, она впервые встретила людей, вышедших из товарного поезда. В бурках, в папахах. Они были очень странные. Она никогда их не видела до войны. И они были, да, бассейн на снегу. Вот единственное, что она помнит, ну, по приказу. Махмуд Асамбаев, его семья была вот так же. Кстати, у меня есть дома фотография. Мой отец был начальником дома офицера. И приезжал сюда. Махмуд приезжал, покойница же, и написал моему отцу на фотографии. Лёня от Махмуда. Извини, у нас его отчиз нет. Поэтому я вот никогда не буду, а чеченцы говорят плохо, потому что я ужинал с Махмудом Асамбаевым. И если там есть один приличный человек, а я подозреваю, что их не один. Знаете, вот еще мы на одну проблему выходим. Причину вот этого зарождения ненависти – это незнание культуры другого народа. Понимаете? Да, я убежден. Конечно, я встречал и знаю некоторых докторов наук антисемитов в Петрозаводске. Это очень серьезная проблема. Уровень культуры, образование и, скажем, антисемитизм. Конечно, культурный человек никогда не впадет в эту вонючую яму. Я бы так сказал. Это очень дурно пахнет. Культурные люди обычно, когда кто-то какую-то вещь отпускает подобного рода, они, так сказать, расценивают это так. Но незнание культуры другого народа обычно порождает всевозможные фобии. Ну, в общем-то, посмотрите, что мы знаем об азербайджанцах, которые торгуют на наших рынках. Конечно, молодежь, может быть, и ничего не знает. Но если я знаю муслима Маганаева, если я знаю, что азербайджанская культура имеет древнейшие корни, и на рынках стоят далеко не лучшие представители азербайджанского народа, то я уже никогда не буду обобщать все они. Вот я две недели назад влюбился во вьетнамцев. Вы знаете, не боюсь этого слова. Я был в Финляндии, в таком мультикультурном колледже преподавал там. И вот там учились вьетнамцы, шри-лангийцы, наши дети из лицея номер один и финны. Ну, что о вьетнамцах нам известно в личном контакте, кроме как исторических фактов об их победе. А я, кстати, понял, почему они американцев победили в 1975 году в личном контакте. Ну, мы их на рынке видим, вот все, так сказать, да. А вы знаете, я как учитель почувствовал, какие они ученики. Какие они... Ну, я таких благодарных, голодных на знаниях людей не видел. Как они смотрят на учителя, как на Бога. И я уже познакомился с их учителями, педагогами, я приехал в вьетнамской шляпе. Вот, никогда не буду обобщать, что вот они какие-то торговцы там и прочее. И понял, почему они победили американцев благодаря своему усягиванию такому. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, что без культуре это путь к фобии. Незнание культуры. Впрочем, как и тот же маленький чеченец, порой видит русского в обличии солдата. И больше никого никогда не знает, что Пушкин ездил на Кавказ и восхищался этими же чеченцами, их отношением к пожилым людям. Не знает, что вся русская литература ездила вдохновляться на Кавказ. И переводы грузинских поэтов, армянских поэтов. Не знает, что у нас очень переплетены... Ну, где ему знать, кого он видит? Солдата, БТР, автомат, блокпост. Вот, поэтому, естественный вывод, что о культуре имени человечества, просветительство, культурное просветительство, контакты, нужны контакты. В том числе и с еврейской культурой, и с еврейской историей. Вы знаете, я могу сказать, как учителю, преподававшим 30 лет, что слово «холокост» у школьных учебников отсутствовало. Длительный период. Вот ничего в советских учебниках у нас преподавателям вузов совершенно невежды в этой проблеме. Историки. Историки. Вот, они не виноваты, потому что это была система воспитания, это было интернациональное воспитание, когда никому не было положено выпячивать проблему. Да, вот, а почему? Сегодня, конечно, я понимаю, что преподавание истории надо наполнить этническим компонентом. История народов, это есть история. Вот, мне привезли учебник истории Башкирии из Уфы. Вот, верховный судья у нас есть, Башкирка, Лилия Закуановна, Аткулина. А я собираю всякие учебники истории из национальных этих. У меня есть учебник Татарии, есть учебник Калмыкии. Ну, вот, привезли. Открываю. И большая фотография, кого бы вы думали. Александра Матросова. Вот, ну, совершенно, так сказать. Рядом фотография памятник Матросову в Уфе. Ну, выясняется, что это Шукрат Мухаммедьянов. Башкирский мальчик, которому в детском доме сменили фамилию. Вот, я, конечно, принес этот учебник учителям истории и говорю, вот, должны ли наши дети знать, что Матросов, ну, я не знаю, Матросов, Зоя Космодемьянская, это такие азбуки, ну, это дважды два, что он Башкир. А вот, а Башкиры хотят иметь своих героев. А почему из... Один директор школы сказал, ну, вот, пусть Башкирии и знают, что он Башкир, вот, а нам, что тут, понимаешь, засорять. Ну, а может быть, в этом вот величии России, может быть, она этим и интересна. Понимаете, что она такая, что на этой равнине... Все перемешалось. И, кстати сказать, еврейские погромы были в Киевской Руси, в Древней Руси, на Подоле. У Карамзина описаны. Там была уже проблема вот этой дележки бутерброда. Вот, потому что в любом кризисном обществе виноват тот, кто ближе к прилавку. Вот, раз цены растут, ну, вы начинаете ругать, подъезжая. К бензоколомке. К кого? Так сказать, а вот тот, кто, да, вот. А ведь надо понимать, что еврейский народ – это народ в изгнании. И нигде ему земли не давали. И, конечно, большая часть занималась коммерцией. Потом они пошли активно после определенной внутренней эмансипации в культуру, в медицину, в образование. И, надо сказать, очень хорошо служили тем странам, где они жили. И, в первую очередь, в Германии. Потому что, вы знаете, немецкое еврейство вот к 1933 году, я вот смею утверждать на основании данных Дана Михмана, это была своеобразная элита Германии. Не только финансовая. Нет. Это были люди, рьяно, истово, служившие Германией, любившие ее. Вы знаете, мне даже кажется, потому Гитлер с Гиммлером и вывозили их ликвидировать на территорию СССР и восточных стран. Их ликвидировали как бы не в Германии, да, потому что, может быть, какие-то вот эти вот факторы. Но они же прекрасно понимали, что это, ну, довольно одна из самых образованных сфер социума германского было. А почему? Да потому что еврейский мальчик, в силу особенностей иудаизма, он же сам себе священник, еврей должен был читать молитву, уметь. Мальчики были поголовно грамотные. Где вы возьмете вот такой этнос, да, чтобы в силу ряда причин, в силу вот этой ситуации, ведь вы же знаете, что в иудаизме профессиональных священников нет. Любой человек, как и у протестантов, кстати, любой человек может выполнять эту роль, ну, грамотный, уважаемый, принимаемый, общинный. Рабин — это не священник, в переводе это учитель. Учитель, уважаемый, которого, так сказать, вот просто, ну, как бы даже избирают, вот быть так-то, к нему приходят советоваться, к нему приходят, так сказать, спросить каких-то вещей. Вот. Талмуд, возьмите Талмуд, там целые главы посвящены санитарии. Санитарии. Вот мы мытью рук, вы, наверное, на семинарах видели, как выглядит еврейская кружка, да, это культ своеобразный. Потому что люди были всегда в дороге, они бы вымерли бы от антисанитария. Их жизнь, не потому что они такие умные. Вот. Вы посмотрите, в средние века чума. Города вымирали. В Париже в 1348 году осталось 20% населения. В еврейских местечках смертность была гораздо ниже. Все виновные, отравители. И я вот был на острове Вардё в Норвегии, там сожгли 80 ведьм. Ну, есть такое выражение, охота на ведьм. В средние века этим лихо увлекались. Какая беда, чаще всего виноваты были женщины. Находили какой-нибудь, ну, женщины, так сказать, во многих религиозных устоях, существо не особо, так сказать, такое чистое, да. Вот. И жгли этих ведьм. Вот в отношении еврейства это была своеобразная такая охота на ведьм. Вот. Поэтому истоков тут, понимаете, можно очень глубокие истоки искать, и ни одна из них не будет абсолютной. Здесь целый комплекс. Вот. В то же время в отношении, так сказать, со-существования можно приводить массы положительных примеров. Когда, например, на той же Украине, особенно в Западной Украине, обычно на центральной площади городка были три храма, которые спокойно существовали друг с другом, да, и православные, и католические, и иудейские. Так сказать, обычно они, вообще-то, люди сами по себе договорятся. Вы знаете, вот один профессор польский, вот он сказал, что надо бы поставить памятник вашему челноку. Вот этому с клетчатой сумкой. Вот. Вы знаете, говорит, вот сейчас у нас, ну, так сказать, российско-польские отношения, вы знаете, в сложном положении, да. Там побили мальчиков, значит, правда, польский профессор сказал, что поляки в этот парк не ходят даже днем. Там бьют, и неважно, кого побили, и, может быть, мальчиков даже, кто-то и попросил туда сходить. Вот. Значит, у нас уже три случая избиений журналистов и дипломатов, естественно, ответят, так сказать, люди, которые ждали этого сигнала. Так вот, он говорит, знаете, вот в Варшаве есть такой стадион огромный, ну, который в силу кризисного состояния превращен в ярмарку. Вот там нет никаких конфликтов. Люди договариваются, вот абсолютно доверительно. Поляки, русские, украинцы, все национальности, там, где есть дело, где есть человеческий такой контакт напрямую, вот там. А вот политики, они, конечно, чаще всего разыграют. И в том числе вот эту очень такую самую надежную карту ненависти, пожалуй, антисемитизм. В том числе и в России. В России корни антисемитизма, я уже говорил, очень глубокие. К сожалению, не понять этого вам, если вы не знаете российскую историю, да. Вот. И здесь мы, может быть, отдельную тему как-то посвятим. Холокост на территории СССР. Вот тут есть книги замечательные, вот сделаны уже такие подборки. Они уже в школах у нас есть, мы, так сказать, распространяли. Я хочу сказать, что эта проблема, она, конечно, еще раз говорю, не просто вот проблема какой-то исторической темы. Поэтому хотелось бы, чтобы, ребята, вы, ну, во-первых, я еще раз говорю, себе ответили на многочисленные вопросы. Объяснили себе, спокойно. Вот. И чтобы вы стали вот людьми, которые могут разъяснить нашим людям. Вы посмотрите на лица людей в троллейбусе вечером. Люди озлоблены. Люди плохо живут. Масса несправедливости кругом. И, конечно, говорить порой с людьми очень непросто. Вот я говорю, в классе, мне говорили некоторые педагоги, можно получить вот такую вот реакцию. Так им и надо. Конечно, это страшно, когда такие вещи произносит ребенок, который еще вроде как и ни в чем не виноват, но он уже отравлен. Отравлен вот этим ядом ненависти. Поэтому ничего не надо делать сверхъестественного. Вообще, вот этот Адольф Гитлер и еще некоторые деятели нашей истории, они, по-моему, совершили самое большое преступление. Они хотели изменить человека. Они преуспели в этом. Да, Холокост состоялся, это делали люди. Мне кажется, это преступление, когда люди хотят изменить человечество под какую-то идею очередную. У нас даже такому человеку памятники стоят на каждом углу, тоже хотел изменить человечество. Изменять можно только самого себя. Человек имеет право менять самого себя. И, меняя самого себя, отношение вот к этому, например, вы увидите, что и вокруг вас создастся какая-то аура. Может быть, какие-то люди тоже заинтересуются этой проблемой. История не терпит забвения. Забвение порождает еще более гнусное преступление. Живем в труднейшую эпоху. Вы знаете, вот ураганы эти пошли, да? Говорят, климат изменился, и это только начало. Это вот проблема всеобщего потепления. Если мы будем, опять же, вот здесь, знаете, проявлять это равнодушие, да? Вот тоже мы попадем, наверное, вот этот ураган ненависти. Плохо, когда ураган в виде ветра, да? А вот еще хуже, мне кажется, когда вот эта эскалация ненависти, эскалация зла, она может очень быстро, я вас уверяю, не заметите, немцы, народ Гетте, Шиллера были превращены в бессловесную, в бессловесное стадо. Вот. И, поверьте, это происходит, ну, буквально, как убежавшее молоко. Внезапно, вдруг, возгласы наши бьют, и вы уже враги. И вы уже враги. Так устроим. К сожалению, это далеко не самое гармоничное произведение природы, хотя Алексей Максимович со мной спорил в начале века. А это, кстати, вечный диспут. Вечный диспут. И очень многие умные люди сто лет назад задумались о природе человека. Западные философы. Многим показалось, что какой-то закат человечества. И сейчас мы относимся к этому не как на занятиях по зарубежной философии. Все плохо, все крылья. А вообще человечество должно решить эту контрольную. Если оно получит очередную двойку, понимаете, оно может, так сказать, вот в 21 веке, на фоне всех этих глобальных проблем, говорят, в 21 веке будут делить воду, пресную воду. Ну, 6% всего на земле пресной воды. Сейчас с нефтью закончен, да? Перейдут к лесу, к пресной воде. Не знаю, может, и до воздуха доберутся. И опять будут искать виноватых. Опять будут козлы отпущены. Если в Кране нет воды. Да, кстати, вот, спасибо тебе. Ну, я не буду продолжать, что есть и вариант, если в Кране есть вода. Так вот, значит... Тогда насчет, я, извините, насчет Максима Горького. Да. У него там известная фраза, человек это звучит город. Да. А вы знаете, в БДТ когда был спектакль, там как читали, человек это звучит город. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.